Друзья, всем привет! С вами канал Ферингер ТОП. Меня зовут Дмитрий Улкин. В одном из предыдущих экспериментов я наглядно показывал, что камни в печи не могут прогреваться быстро. То есть я брал два камня, укладывал их на поверхность печи, устанавливал внутрь камней датчики и показывал, что пока не прогреется первый, не начнет греться второй, и в общем нужно достаточно много времени, чтобы массивные камни прогреться. Эксперимент был достаточно показательный, но это было на отопительной печи Бахта, что в принципе больше подходит для показа сауны в печи, где открытые каменки, где нету короба, который закрывает камни внутри. И вот сегодня я хочу сделать такой же эксперимент, но уже с печью с закрытой каменкой. То есть те же два камня уложить сюда, установить в них датчики и посмотреть, ну закрыть каменку, конечно же, и посмотреть, как они будут греться во времени. То есть сейчас я покажу, как я сюда все уложил и установил датчики, потом закрою всю каменку, установлю сюда сверху сами приборы, которые будут показывать температуру в нижнем и верхнем камне, и рядом поставлю часы, и посмотрим, за сколько времени камни нагреются и до какой температуры. Погнали! У меня тут все опять в таком непрезентабельном виде, все опять разобрал. Но что делать? Эксперимент требует жертв. Значит, вот один из тех камней, которые я укладывал в прошлый раз. Отверстие под датчик есть, и его я установлю на верх топки. А это второй камушек, который тоже просверлен до серединки, даже чуть-чуть побольше, а который я установлю сверху большого камня. В данном случае камни будут лучше передавать друг другу тепло, потому что, ну вот у них плоские стороны, да, то есть обычно камни не такие, обычно камни вот такие вот, и они соприкасаются друг с другом не так хорошо. Но в этом эксперименте облегчим задачу камням по передаче тепла. Сделаем так. Итак, вот что получилось. Нижний камень лежит на самой топке, наверху топки, вон она там виднеется. В нем один датчик. Далее следующий камень, второй датчик. Здесь постарался изолироваться от участка дымохода, который будет давать дополнительную температуру, чтобы он тут на датчики никак не влиял. Сейчас еще керамоволокном как-то здесь оберну эти провода, чтобы они не погорели. И закрою крышку каменки. Итак, как смог, короче, я провода закутал. Пришлось еще камушков подложить, чтобы датчики не вылетали с больших камней. То есть немножко датчик прижал сверху еще там тремя камушками буквально. Если правильно помню, вот это нижний, вот это верхний. Может быть уже перепутал провода, потому что сейчас не видно. Но сейчас мы когда затопим печку, это все сразу увидится. Итак, затопил. Старт дан. В общем, сейчас мы посмотрим весь процесс, как будет меняться температура камней. Вроде как все хорошо видно. Без 10-12. Начали. 10 минут с растопки. Разгорелась буквально только-только недавно. Но горит достаточно активно. А по датчикам еще никаких изменений абсолютно нет. То есть сейчас пока верх топки нагреется, пока начнет греться камушек, пока дойдет температура до датчика, пройдет какое-то время. И так, полчаса с растопки. 82 градуса, это нижний камень, который на топке лежит. Ну все, вот так вот потихонечку горит. Думаю, зуб красный, температура в принципе хорошая. Будем смотреть дальше. Открыл дверцу, слышно, как шипят дрова. Не очень они сухие. Но тем не менее, все равно жар дают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошло меньше двух часов, туда 1 час 45, 320 градусов в самом горячем камне. Там, наверное, на камере не видно, видно, что красная топка уже виднеется отсюда. То есть раскалено там очень все хорошо. И чувствуется запах чего-то паленого изнутри. Доносится потихонечку какой-то запашок. Я боюсь, что придется это дело скоро прекратить. Иначе у меня эти где-то провода, наверное, все-таки загорятся. И так, по прошествии двух часов, это уже даже 2,05 с начала растопки, мы достигли почти 400 градусов в самом горячем камне. Если бы дрова были более сухие, то я думаю, что можно было где-нибудь до 450 дойти в этом же камне. Внутри камня. Подчеркиваю, это не снаружи камня, а именно внутри. На заводе при использовании сухих дубовых дров, ну и с профессиональными датчиками, показания получаются 500-550 градусов. То есть до такой температуры могут нагреться камни в этой печи. Это уже вполне неплохой показатель. То есть с таких камней можно брать хороший пар. Каждый камень последующий, он будет менее горящий, понятное дело. Чем выше, чем больше слоев и чем выше камень находится, тем меньше будет его температура. Ну, в общем, каменка будет прогрета очень хорошо. Надеюсь, видео было для вас показательным. Дальше купить я не буду. Буду сейчас вытаскивать датчики, пока они у меня тут не сгорели. В общем, на сегодня все. Всем пока. Вытащил датчики. Один датчик коснулся кофты, блин. И прожег его нахрен. Продолжение следует.